Вы работали недобросовестно, вы осуждены за мошенничество. Мы получили большое количество дольщиков, с которыми по сей день вынуждены заниматься. Бывший гендиректор строительной фирмы «Монтек» Валентина Бочарова, осужденная 4 года назад за мошенничество в особо крупном размере и отбывшая свой срок в колонии общего режима, пришла за помощью. Говорит, за время ее отсутствия на свободе произошло хищение квартир по адресу заводской шоссе 57В, предназначенных для детей-сирот. Вместе с Министерством строительства Самарской области мы это отработаем, а также отработаем списки дольщиков, потому что, увы, нередко сталкиваемся с ситуацией, когда под сурдинку правильных и благородных вещей кто-то обделывает свои грязные делишки. У нас есть уже конкретные примеры, есть уже возбужденные уголовные дела. Изучить непростую ситуацию пообещала и советник губернатора области по вопросам обманутых дольщиков Светлана Дроздова. А вот скандали вокруг хореографического училища Самары, по словам Александра Хинштейна, должны разбираться в прокуратуре и суде. В середине октября учащихся пятых и седьмых классов освободили от занятий под предлогом репетиции на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Позже выяснилось, дети выступали на частной вечеринке в честь дня рождения дочери известного самарского бизнесмена. Мама одной из воспитанниц хореографического училища Натальи Третьякова до сих пор не может поверить в реальность происходящего. Ребенок у меня в шоке, например, был. Почему нас заставляли хлопать этой девочке? Что это за девочка? Я ее не знаю. Почему я должна ее поздравлять? Ни один человек не поверит, что на частную вечеринку, где только за арендой малого зала оперного театра было заплачено 170 тысяч рублей, в рамках большого концерта привезли воспитанниц хореографического училища, и за это организаторы частной вечеринки не заплатили. Помочь депутат обещал многодетной семье из Самары. Шесть лет назад пару с детьми переселили из Ветхого фонда Ленинского района в железнодорожный район города. Оказалось, семье выделили больше квадратных метров, чем положено по закону. Теперь многодетной маме и отцу предлагают переехать в однушку в шестером. Семья против. В ремонт своего жилья они уже вложили более полумиллиона рублей. Наравня с депутатом решением наболевшего вопроса займутся и власти городского округа Самара. Решение мы найдем, и, к сожалению, очень много обращений, связанных с жильем людей. Все они нетривиальные, с каждым нужно разбираться детально и в ручном режиме. Всего за 2020 год в общественную приемную депутата поступило более полутора тысяч звонков от жителей Самары области. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.